Сотни маленьких елей сегодня высадили в Заволжье участники всероссийского студенческого конкурса Мисс и Мистер 2019. Напомню, в Чебоксары приехали самые умные, спортивные и красивые студенты из 27 регионов страны. Благотворительную акцию проводят ежегодно в каждом регионе свою. В Чувашии решили присоединиться к экологическому движению. Чувствую себя полезным в этой планете. О том, что тысячи гектаров леса полыхали здесь почти 10 лет назад, юноши и девушки, если и знали, то только из СМИ. Эту историю им напомнили сотрудники Чебоксарского лесничества и предложили лично поучаствовать в восстановлении природного баланса. Одной из наших, скажем так, важных задач для нашей республики – это воссоздание зеленого щита нашей республики, нашего города. И акция проводится благодаря поддержке совместно с администрацией города, с Минприродой, Чувашским государственным университетом. Это то, что останется на века. Чебоксары принимают всероссийский конкурс в юбилейный для города год. Поэтому высаживали символичное число растений – 550. По 12 саженцев в одни руки парами они засеяли по несколько рядов. Посмотрев на то, как работают студенты, мне очень радостно. Я удивлен, что они так быстро научились лес сажать. И я оцениваю работу студентов на отлично. И верю, что здесь лес расти будет. Вернуться сюда и прогуляться по лесу, который высадил сам. Идея, которую Анастасия Петрянкина наверняка осуществит. На конкурсе девушка представляет Санкт-Петербург. Однако родом она из Чувашии. Мы родители уроженцы села Большие Яльчики. И я очень часто бываю здесь. И наверняка, когда мне будет лет 30-40, я обязательно сюда приеду, чтобы посмотреть, какие у меня саженцы взошли, какие деревья выросли. И понимать, что это было сделано моими руками. Для меня, наверное, такая большая гордость и достижение. Сегодня претенденты на звание мисс и мистер студенчества орудовали лопатами. На днях сдавали нормы ГТО. Впереди у них интеллектуальные испытания, дефиле и творческие выступления. График плотный. Во время каждого мероприятия они знакомятся с культурой города и республики. Сегодня такими же путешественниками являются силы, которые попали сюда. Через 950 лет я думаю, что вы также откроете наш город, как открыли когда-то. Эти первые путешественники, и он вам также понравится. Конкурсные испытания продлятся до пятницы. 11 октября назовут лучших студентов страны. Корону мисс студенчества победительницы передаст студентка Чувашского госуниверситета Полина Яковлева, которая победила на предыдущих состязаниях в Севастополе.